МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а за минуту до того, как часы пробьют 12, в традиционном телеэфире соотечественников с Новым годом поздравит глава нашего государства. Впрочем, несколькими днями ранее Нурсултан Назарбаев уже обратился к народу Казахстана с наилучшими пожеланиями в 2018 год. Дорогие друзья, Новый год всегда светлый праздник. Не только детский, но и взрослый любит этот праздник. Мы тоже живем в ожидании чуда. Только надо сильно захотеть и надо стремиться, чтобы достичь этого счастья. Счастья вам желаю. Хочу пожелать вам всего самого доброго, счастья большого, крепкого здоровья. Еще раз искренне желаю, чтобы было все хорошо в жизни. Самое главное был мир над нашей страной. Радость, чтобы я больше видел у наших граждан. Самое главное – наша дружба, наше доверие друг к другу, наше уважение друг к другу, наша поддержка друг к другу. С Новым годом! И сегодня программа ЖТК продолжит подводить большие итоги уходящего года. Мы обязательно вернемся в самое начало 2017-го и поговорим о том, какой мощный импульс дало процессам модернизации общественно-политической и экономической жизни Казахстана, «Послание главы государства народу» и программная статья президента «Путь в будущее. Модернизация общественного сознания». Мы вспомним о самых важных моментах внешней политической повестки дня нашей страны в уходящем году, чтобы понять, насколько 2017-й укрепил глобальные позиции Казахстана на мировой арене, в качестве государства, которому доверяют председательства в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Ну а начнем этот разговор с внешнеполитических событий последней недели уходящего года, в которых глава государства принимал самое активное участие, в очередной раз подтверждая постулат о том, что залог успеха страны на мировой арене заключается в непрерывности процесса участия в международной повестке дня. На неделе в Москве во время неформального саммита СНГ вместе со своими коллегами по содружеству Нарсултан Назарбаев подвел итоги работы по усилению интеграционных процессов с ближайшими соседями и обозначил приоритеты совместного сотрудничества на предстоящий период. Конъюнктура экономики в мире меняется и торговля между нашими сторонами превысила четверть. Двухсторонней торговли еще больше, но тенденции тяжелые остаются в мире и у нас, не надо расслабляться. Мы недавно провели в Минске заседание ОДКБ, с каждым разом, с каждой встречей у нас больше взаимопонимания, больше работы общей. Из всех присутствующих девяти членов СНГ 5 состоят в Евразес. У нас есть значительные сдвиги в этом году. Ожидаем еще лучшие показатели в следующем году. Мы встречаемся, решаем вопросы, которые у нас есть. И мы знаем, что нет таких проблем, которые бы мы в переговорном порядке не решали. Точно так же, дальше помогая друг другу, уважая друг друга, независимость и суверенитет друг друга, двигаться дальше и не терять тех отношений, которые у нас есть. Следующий год очень важный. В России выборы, Владимир Владимирович. Я думаю, мы все едины во мнениях. И чтобы пожелать вам успеха, мы все уверены в этом. И мы знаем, что российский народ ценит ваше руководство именно в это время. Тяжелейший период проходит Россия. Она всегда проходила такие периоды. И в этот период вы оказались в рулях. И этот руль держите ровно, крепко и вселяете доверие. Мы желаем вам успеха, в котором абсолютно убеждены. Ну и, конечно же, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин просто не могли упустить возможность провести отдельную двустороннюю встречу, чтобы уже в который раз в этом году, что называется, сверить часы. Россия для Казахстана, как и Казахстан для России, ключевые союзники из всех стратегических партнеров на глобальной арене. Поэтому лидерам двух государств всегда есть, что обсудить и о чем поговорить, что предложить друг другу. Поэтому не случайно именно встречей с Владимиром Путиным Нурсултан Назарбаев и заканчивал повестку внешнеполитической деятельности Казахстана в уходящем году. Вопросы, которые были между нашими странами, нет. За 26 лет независимости развития как России, так и Казахстана мы только сближались. Создавали договорную базу, которая создала условия для нормальной работы. Сегодня кооперация в рамках Евразийского экономического союза показывает свою необходимость и возможность. Мы открыли границы и чувствуем, что это полезно, товарооборот растет, кооперация растет. По сложным вопросам всем мы договорились по границе, по Каспию, по Байконуру. И наши встречи в Челябинске межрегиональные. Все это на радость, как говорится, нашим двум народам, которые жили всегда по соседству. Я считаю своей задачей укрепить эти отношения и продолжить и передать потомкам так же. Хочу поздравить всех россиян с наступающим Новым годом, что он был лучший. И этот год приносил каждой семье, каждому человеку радость, удовлетворение своей жизни, своей работы и процветание народа в России. Хочу пожелать вам и всему Казахстану, народу Казахстана новых успехов и всего самого наилучшего в наступающем 2018 году. Отношения между Казахстаном и Россией развиваются и очень успешно. Рост товарооборота у нас составил за первые 10 месяцев текущего года более 34%. Это серьезное движение вперед. Но, собственно говоря, даже не это главное. Важно то, что мы переходим к другому качеству наших отношений. Касающийся энергетики, развития наших отношений в космосе, имею в виду не только использование Байконура, но и продвижение Казахстана по пути приобретения новых компетенций, технологий. И вот, понимая, это нацелено на перспективу, на будущее, наша совместная работа в области цифровой экономики. И мы вам благодарны за вашу инициативу провести в Казахстане встречу специалистов на высоком экспертном уровне по развитию цифровых технологий. Хочу констатировать, что Казахстан был и остается нашим ключевым партнером в сфере экономики и, безусловно, является нашим стратегическим партнером в целом. Возможно, именно поэтому буквально на следующий день глава нашего государства уже в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами Казахстана встретился с первыми руководителями Отечественного министерства обороны в Астане и посетил командный пункт «Кибервойск», где ознакомился с современными возможностями защиты информационных систем. 17-й год был годом 25-летия наших вооруженных сил. За это время созданы современные боеспособные высокомобильные вооруженные силы нашей страны. Армия стала гарантом территориальной целостности, экономического процветания и увеличения авторитета нашего государства и стала предметом гордости. В этом году мы утвердили стратегию национальной безопасности, военную доктрину, концепцию развития вооруженных сил, в которых определены направления и задачи дальнейшего развития военной организации государства. В результате этих реализаций к 30-му году боевая мощь вооруженных сил должна вырасти в полтора раза за счет повышения боевого потенциала наших войск. Ну а прежде чем отправиться в Москву для участия в неформальном саммите СНГ, глава нашего государства принимал в Астане президента Кыргызской республики, который в первый день последней недели уходящего года совершил официальный визит в Казахстан. Это уже вторая встреча Нурсултана Назарбаева и Соуронбая Жейнбекова в статусе президента соседней страны. Первая состоялась по просьбе кыргызской стороны месяц назад в Минске во время саммита глав государств ОДКБ. Тогда же президент Казахстана и пригласил коллегу совершить визит в нашу страну. И то, что Соуронбай Жейнбеков сделал это, не дожидаясь начала следующего года, явно говорило о том, что все недомолвки и противоречия, которых между двумя государствами не может быть в принципе, Кыргызстан хочет оставить в уходящем 2017-м, чтобы забыть о них навсегда. И совершенный визит сполна оправдал эти ожидания подписанием целого ряда важнейших документов, включая договор о демаркации государственной границы, который страны не могли заключить многие годы. Айгуль Адилова расскажет обо всем подробно. СОРОНБАЯ Неделю до Нового года 40 мая Жейнбеков прибыл в столицу Казахстана, будто подчеркивая этим новую страницу в отношениях двух стран. Мы рады встретиться с вами. Казахстан готов рассмотреть все вопросы, поднятые вами и делегациями из Кыргызстана. Мы живем уже 26 лет в условиях независимости. Я лично сам за время нашего сотрудничества ни разу не сказал плохого слова в адрес Кыргызстана. Не делал плохих шагов. Это правильно. Мы приходим и уходим, а две соседние страны существовали до нас и будут жить после нас. Поэтому обязанность каждого поколения передать следующему поколению нашу дружбу, добро, взаимопонимание, не нанеся вреда. Я очень рад. Избрав вас, народ доверил свою судьбу вам. Поздравляю вас. Спасибо вам, уважаемый Нурсултан Абишевич. Во-первых, спасибо за официальное приглашение в Казахстан. Как прилетели в Астану, сразу почувствовали ваше гостеприимство. Во-вторых, спасибо за вашу поддержку после избрания меня президентом. Вы наш аксакал, наш старший брат. Прошло 25 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя государствами. Я приложу все усилия для укрепления единства двух стран. Несмотря на проблемы на границе, двум странам удалось увеличить объемы торговли за 10 месяцев на 13%. Вообще нужно понимать, что Казахстан и Кыргызстан – братские союзнические государства, между которыми налажен конструктивный и доверительный диалог и сотрудничество во всех сферах. И недопонимания здесь в принципе не должно быть. Любые противоречия переживают на себе в первую очередь народы двух стран. Казахстан является одним из основных партнеров Кыргызстана и одним из основных инвесторов. За эти годы вложено порядка 650 миллионов долларов в кыргызскую экономику. Действует несколько сот совместных предприятий. В Казахстане работает больше 700 предприятий с участием кыргызских бизнесов и капиталов. Перед правительствами президенты поставили задачу увеличить объемы торговли до 1 миллиарда долларов в срок до 2020 года. Почему бы и нет, если для этого существуют огромные перспективы и нереализованный потенциал? Мы также провели обмен мнениями по актуальным вопросам о региональной глобальной повестке дня. Обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций. Отметили важность обеспечения безопасности в нашем регионе. Подтвердили с близость и схоже с позиций двух стран по всем ключевым вопросам региональной политики, включая региональное сотрудничество соседних братских стран. Подчеркнули необходимость дальнейшей активизации сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Все вопросы, которые необходимо было обсудить, обсуждены. Не осталось никаких несказанных и каких-то скрытых вопросов, которые будут представлять в будущем препятствия для наших отношений. И в этой доверительно открытой обстановке мы договорились о том, что комиссия и группы, которые мы создаем, создадут специальный протокол по сегодняшней нашей встрече, и мы возьмем под контроль каждый пункт исполнения этих договоренностей. Мы намерены активно укреплять отношения дружбы, добра соседства и стратегического партнерства между нашими странами. Я пригласил Нурсултана Айбишевича посетить Кыргызстан с официальным визитом. В рамках этого визита у нас в планах провести очередное заседание высшего Межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана. С того момента, как два президента встретились в Минске, правительство провели большую работу. И за короткий срок были решены актуальные проблемы. Принята дорожная карта по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, в том числе и по ситуации на границе. Нурсултан Азербайев отметил, что дорожная карта состоит не только из оперативных и краткосрочных, но и из системных мер, которые требуют определенного времени для полного решения. Правительствам поручено обеспечить качественную реализацию каждого пункта этого документа. И вот еще один существенный результат. Президенты подписали поистине исторический документ о демаркации границы. Между двумя государствами создана солидная договорная база, составляющая более 150 документов. Сегодня подписаны важнейшие двухсторонные соглашения, направленные на дальнейшее углубление казахстанско-кыргызского сотрудничества. Это договор о демаркации государственной границы, а также соглашение о режиме государственной границы. Мы приняли совместные заявления. Я вам скажу, по демаркации режим в государственной границе не решались долгие годы. Это именно принцип доверия. Не будет порядка на границе, не будет порядка между государствами. Я благодарен, что Савруб Аксарепич взялся за этот вопрос, и мы смогли сегодня его подписать. Подписание данных документов завершает межгосударственное правовое оформление наших границ по всей его длине. Является ярким примером плодотворного конструктивного сотрудничества и доверия. Вместе с тем мы должны стремиться, чтобы между нами граница была лишь формальностью, и наши народы могли беспрепятственно ее пересекать, как это было раньше. Ведь мы поистине братские народы нет роднее и ближе народов, чем кыргызы и казахи. В ходе сегодняшней встречи мы постарались сосредоточить свое внимание на тех направлениях, где совместные усилия способны дать наибольший эффект, а также обсудили пути решения имеющихся на сегодняшний день проблем в некоторых сферах. Казахстан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана. Мы договорились, что будем и дальше наращивать взаимную торговлю. Как подчеркнул Суорумбай Женбеков, Казахстан является одним из ключевых инвесторов экономики Кыргызстана. Поэтому Бишкеку важно создавать благоприятные условия для инвестиций. Рассмотрели стороны и перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий. Казахстан и Кыргызстан сегодня реализуют похожие программы. Стороны договорились об обмене опытом и возможности реализовать совместные проекты. Не обошли стороной главы государств и водно-энергетическое сотрудничество, подчеркнув, что трансграничные реки Центральной Азии. Это общее достояние. Айгуля Дилова, Жумагалей Бергебаев, Айдос Сирик Полула. При поддержке телерадиокомплекса президента ЖТКОН. Встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Кыргызской республики в Астане стала завершающим пунктом обширной повестки визитов глав зарубежных государств, правительств и монарших особ в Республику Казахстан в уходящем году. А их в 2017-м было немало. Список прибывающих в нашу страну высокопоставленных персон то и дело пополнялся и расширялся участниками масштабных саммитов, форумов, не говоря уже о гостях всемирной специализированной выставки Экспо, только на церемонии открытия которой присутствовали 17 представителей высшего мирового политического истеблишмента. В столице Казахстана во время уходящего года состоялся исторический саммит Шанхайской организации сотрудничества, саммит организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, целый ряд успешных раундов мирных переговоров по урегулированию сирийского военно-политического кризиса. Но о том, что уже не только Астана, но и Казахстан в целом становится глобальным центром мирового доверия и надежным региональным гнездом безопасности, говорит факт открытия в Усть-Каменогорске Международного банка ядерного топлива при МАГАТЭ. Это стало еще одним важным итогом 2017 года в частности и в целом прагматичной политики руководства страны, о которой говорят на уровне Организации Объединенных Наций. Республика Казахстан служит исключительным примером мудрости отказа от ядерного оружия. В своей прежней профессиональной деятельности я много раз встречался с президентом Султаном Назарбаевым и имел возможность расспросить его об этом решении. Он сказал мне, что никогда не сожалел о данном решении, а однажды подчеркнул, что это лучшее, что я когда-либо сделал для нашей молодой страны. Именно безоговорочное доверие Казахстану как лидеру глобального ядерного разоружения, как стране, которая не на словах, а на деле предпринимает все усилия для того, чтобы избавить мир от самого страшного и разрушительного инструмента по тотальному истреблению жизни, именно безоговорочное доверие нашей стране как государству, которое делает все, чтобы атомная энергия работала на благо человечества в исключительно мирном русле, именно основанное на всем этом доверие и объясняет факт того, что Республика Казахстан в 2017-м стала непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, а уже с 1 января 2018 года вступает в права председателя этой ключевой структуры ООН. Казахстан является лидером глобального сотрудничества, потому что ваша страна является первой страной в Центральной Азии, которая стала непостоянным членом безопасности ООН. В сфере разоружения Казахстан показал пример всем странам, отказавшись от ядерного оружия. На протяжении 25 лет независимости вы, господин президент, наглядно показываете приверженность и пример справедливого разрешения споров и конфликтов дипломатическими способами. Успешно выполняете свою роль в качестве ответственного партнера в Совете Безопасности ООН. Но укрепление имиджа и авторитета страны на мировой политической арене – это не только участие государства в глобальных организациях, саммитах и форумах. Это еще и ежедневный диалог руководства страны с руководителями других государств. В нынешнем году Нурсултан Назарбаев отправил многие десятки писем и телеграмм зарубежным лидерам, провел множество телефонных переговоров с президентами и главами правительств. Итогом только одного разговора по телефону с Дональдом Трампом стало приглашение Нурсултана Назарбаева посетить с визитом Соединенные Штаты Америки. Эта поездка должна состояться уже в ближайшее время. Что же касается зарубежных визитов главы нашего государства, то в 2017-м он посетил Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Кыргызстан, Китай, Саудовскую Аравию, Туркменистан, Беларусь и неоднократно Российскую Федерацию. О самых важных зарубежных визитах президента нашей страны в уходящем году расскажет Айгуля Дилова. Художественная генеральная линия определена. Дирижер воплощает задуманное. Баланс громкости, темп исполнения, синхронные вступления, работа в деталях и права на ошибку здесь точно нет. Ведь это своего рода система координат, которую выстраивает дирижер и по которой играют музыканты. И он делает так, чтобы оркестр зазвучал как единое целое. Одно лишнее движение может поставить под удар всю композицию. В уходящий внешнеполитический год Казахстан сыграл как по нотам. И играл он во благо не только одной казахстанской публики, заморский, избирательный, где-то сложный и противоречивый зритель оценил по достоинству усилия, инициативы и реальные дела государства в Центральной Азии. Но справедливости ради стоит отметить. В этом успехе ключевая роль дирижера этой непростой, замысловатой и глубокой композиции. Президента Республики Казахстан. Казахстан стал непостоянным членом Совета безопасности ООН. Утвердился в качестве важнейшей диалоговой площадки по решению сирийского вопроса. С успехом реализовал миротворческие инициативы, продолжив и укрепив глобальную миссию по ядерному разоружению. Именно с этого посыла и начался 2017 год Нурсултана Назарбаева. Январь. Официальный визит президента в Объединенные Арабские Эмираты, который дал новый импульс не только экономическому сотрудничеству двух стран. Здесь Нурсултан Назарбаев встретился не только с главами крупнейших концернов, владельцами несчетного количества заводов, фабрик, нефтяных компаний, но и принял участие во всемирном саммите по энергетике будущего. А это, пожалуй, главное. И именно здесь глава государства в очередной раз призвал мир к миру, подчеркивая, что никакая альтернативная энергия невозможна без отказа от военных ядерных программ. И всем пора начинать мыслить глобально и на тысячелетия вперед. 21 век должен стать эпохой прорывных решений в области энергетики. Эпохой, которая определит не только дальнейший вектор энергетической отрасли, но и судьбу планеты на тысячи лет вперед. В самом начале своей независимости Казахстан не просто отказался от ядерного арсенала, но и по сей день вносит огромный вклад в уравновешивание глобально-мировой стабильности. В нынешнем году провел одну из самых успешных выставок за всю историю Экспо, предоставив миру беспрецедентную прежде площадку для диалога тех, кто занимается разработкой и распространением альтернативных технологий получения энергии, открыв и буквально расписав сценарий глобального зеленого движения на будущее. А саммит организации исламского сотрудничества, который прошел в Астане, здесь все взаимосвязано. Построение фундамента для воспитания такой интеллектуальной элиты мусульманского мира, которая способна генерировать идеи, а они, в свою очередь, послужат возрождению исламской цивилизации. Нурсултан Азарбаев и здесь предложил конкретный план действий, с чего необходимо начинать глобальную модернизацию. Исламские финансы. Особенно мы должны финансировать науку и инновации. Надо развивать зеленые технологии. Мы должны развивать аграрную сферу. Мы должны внедрять новые технологии. У нас есть все возможности для развития продовольственной безопасности. И штаб-квартира, она начнет свою работу в Астане. Предложение Нурсултана Азарбаева – стратегический план, где понятия «ислам» и «прогресс» взаимосвязаны. Где нужно делать все для примирения сторон, потому что именно мир – это гарант и залог стабильности любого, без исключения государства и сообществ разных стран. Пожалуй, и поэтому Казахстан стал диалоговой площадкой для разрешения самого затяжного и сложного в новейшей мировой истории сирийского военно-политического кризиса. Формат проведения этих встреч в кругах глобального дипломатического истеблишмента получил название «Астанинский процесс». По мере своих сил и возможностей мы пытаемся способствовать этому, чтобы диалог доверия Казахстану, которым живет более 100 этносов, более 15 религиозных конфессий, все эти годы живут в дружбе, согласии, в равноправии и пользуются всеми благами. Наверное, это вызывает доверие к нам, наверное, это заставляет именно на нашей территории просить Казахстан, чтобы происходили встречи, диалоги между конфликтующими сторонами. И одно только присутствие Нурсултана Назарбаева в нынешнем году на саммите США «Исламский мир» в Саудовской Аравии говорит о многом. Здесь шли переговоры о перезапуске процесса международной борьбы с терроризмом. Центрально-азиатские страны – неотъемлемая часть мусульманского мира, Казахстан же – признанный лидер этого региона. И то, что президент республики за короткое время успел провести здесь целый ряд встреч, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и с государственным секретарем США, говорит о том, какой авторитет глава нашего государства имеет на мировой арене. А это уже Астана, июнь 2017-го. И снова Казахстан в центре глобально-политических процессов. И именно здесь шанхайская организация сотрудничества становится настоящим гигантом мировой арены с впечатляющим суммарным ВВП. Во время этого саммита в столице Казахстана, приняв в свои ряды Индию и Пакистан, ШОС повысил свой геополитический и геоэкономический вес до беспрецедентных масштабов. Таким образом, шанхайская организация сотрудничества де-факто стала фактором мировой политики и мировой экономики, включая в свой состав основной состав населения нашей планеты и за огромный вклад в экономику Земли. В итоге суммарный ВВП стран ШОС с присоединением Пакистана и Индии превысил 15 триллионов долларов и достиг около 20% мирового ВВП, размер которого составляет 74 триллиона долларов. А общая численность населения стран ШОС превышает 3 миллиарда человек. Май нынешнего года. Президент Казахстана в Китае. Форум «Один пояс, один путь». Уникальный шанс, чтобы сообща создать на евразийском пространстве «Пояс стабильности и процветания». Смысл этого глобального проекта и его перспективы Нурсултан Азарбаев объяснил простыми словами. «Один путь, один пояс» – это новая парадигма, схема сотрудничества на новом уровне, не только в региональном, но и в больших континентах, и в многих странах. Что участвует в этом поясе больше 60 стран, охватывающих 45% населения, и столько же объема произведенной продукции говорит само за себя. Это проект экономической интеграции, который позволит Казахстану использовать свое уникальное географическое положение и извлечь из него свои геополитические выгоды. И для этого Казахстан делает все возможное. Особый раздел своей большой речи китайский лидер Си Цзиньпинь посвятил роли Республики Казахстан в процессе становления новой модели взаимоотношений на пространстве самого большого и густонаселенного континента планеты. Казахстан уделяет большое внимание и играет стимулирующую роль в развитии инфраструктурного строительства, активно участвует в формировании трансграничной транспортологистической системы. Казахстан можно смело назвать чемпионом по трансконтинентальным перевозкам во всем мире. За месяц до этого форума в Китае Нурсултан Азарбаев совершает очень плодотворный визит в Азербайджан. К этому времени уже построена железная дорога от китайской границы до Каспийского моря. Сюда же из Китая грузы доставляются автомобильным транспортом по новым дорогам для того, чтобы морем отправляться в страны Кавказа и Европы. Казахстан открыл путь для поставки товаров в Азербайджан, что имеет колоссальное значение для развития транспортно-транзитной системы. Мы когда-то поддержали Баку-Тибилиси и Джайхан. И в будущем есть перспектива, чтобы казахстанская нефть пойдет и по этой магистрали в Турцию, в Европу и дальше. Мы обсудили этот вопрос. И специальный логистический центр, построенный азербайджанской стороной в Баку, и наш терминал зерновой Баку и Вахтау дают возможность сохранять и отгружать соответствующую продукцию между нашими странами. О том, что Казахстан запустил мультимодальный евразийский транспортный коридор, президент в свойственной ему утонченной деловой манере смог донести и до крупных бизнесменов Германии. И не где-нибудь, а в российском Сочи, где изначально планировалась встреча с бизнес-элитой ФРГ Владимира Путина. Но президент России пригласил на эту беседу своего казахстанского коллегу. Нурсултан Азербайев не стал упускать шанса и воспользовался возможностью привлечь в свою страну дополнительные финансовые инвестиции. Казахстан сегодня предоставляет новые возможности, огромный потенциал для выгодного ведения бизнеса. Во-первых, на постоянной основе проводится работа получения инвест-климата, защита прав инвесторов, либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. В прошлом году Казахстан в рейтинге Всемирного банка Doing Business поднялся на 16 позиций и занял 35 место. Это и называется умелая, грамотная стратегия на благо собственной страны, когда используется любая возможность выгодно обогатить инвестиционные связи с ведущими мировыми лидерами в области высоких технологий и большого бизнеса. Здесь же в Сочи на саммите СНГ Нурсултан Назарбаев обратил внимание коллег на то, что пора менять направленность работы организации, объединяющей близкие по духу государства. Желание, чтобы наше содружество конкретизировалось более, и мы решали значимые вопросы для всех наших стран, народов, и внешний мир чувствовал, что это организация. Нам надо выполнять собственные решения. Если в уставе записано, давайте его выйдем выполнять. Организация, которая не выполняет собственных решений, не имеет права на долгую жизнь. Это всем известно. Но, как известно, при отсутствии гарантии безопасности вряд ли возможно и нормальное развитие экономики. На ноябрьском саммите ОДКБ в Минске нынешнего года, где Казахстан принял председательство в организации на 2018 год, президент точно указал, как будет работать ОДКБ в ближайшие 12 месяцев. Первое. Расширение инструмента взаимодействия государств-членов ОДКБ в военной сфере. Второе. Организация практического военно-технического сотрудничества государств-членов ОДКБ. Третье. Участие ОДКБ в формировании международной системы глобальной по противодействию терроризму. Четвертое. Совместное метр реализирование государств-членов ОДКБ на угрозы кибербезопасности. Пятое. Повышение эффективности мер по противодействию незаконному обороту наркотиков. Здесь же, в Минске, Нурсултану Назарбаеву удалось решить острый на тот момент вопрос. Вопрос приграничного обострения казахстанско-кыргызских отношений, встретившись с новоизбранным президентом этой страны и пригласив его совершить официальный визит в Астану. В ближайшее время Сорунбай Женбеков этой возможностью воспользовался и прибыл в Астану, чтобы снять не только актуальные вопросы, но и подписать исторический документ о демаркации границей, который не решался многие годы. Яркой страницей международных отношений Казахстана был сентябрьский визит Нурсултана Назарбаева в Ташкент. Детальный анализ этого государственного визита показал, Казахстан благодаря своим успехам стал настоящим центром притяжения в регионе, добившись значительного прогресса в интеграционной плоскости. И это самый удачный пример того, как два братских народа, которые вместе стояли на перепутье смутных девяностых, за годы независимости заложили общие основы большого пути сотрудничества, сохранив и укрепив братские узы, основанные на исключительном доверии и согласии. Самое главное, хочу сказать, что если наши народы будут рады, и мы будем рады. В любых трудностях, невзгодах, Казахстан будет рядом со своим братским народом. Мы должны так жить всегда, в дружбе, мире, согласии. Вперед в будущее, где конструктивный мирный диалог возможен благодаря опытному дирижеру, которому порой выпадают сложные партии, где кажется, что невозможно добиться чистого звучания. Но он чувствует, слышит и понимает каждого музыканта в этом огромном оркестре. И только благодаря редчайшему чутью, выверенной стратегии действий и уникальной дальновидности, обычная композиция становится шедевром, который аплодирует весь мир. Айгуля Дилова, Айдос Серик Полула, Житокон. Но выстраивание эффективных многовекторных связей с внешним миром было бы бессмысленной и пустой тратой времени, если бы внутри страны не проводилась работа по усовершенствованию общественных, политических и экономических процессов жизни и деятельности нашего государства. И эта работа в 2017 году получила мощный импульс в послании президента народу. И название этой работе «Модернизация 3.0». Чтобы соответствовать стандартам клуба 30 самых развитых государств мира, необходимо успешно конкурировать со всеми остальными государствами мира. Конкурировать экономически, конкурировать политически, конкурировать интеллектуально. И если экономические преобразования в Казахстане начались еще в момент обретения независимости, и на протяжении всех этих 26 лет этот процесс не останавливался, то вот столь масштабной конституционной реформы, как в уходящем 2017 году, когда президент передал 35 своих властных полномочий правительству и парламенту страны, в Казахстане не проводилось давно. Конституция принята в 1995 году, 22 года прошло. Быстро меняющиеся миры – это действительно целая эпоха. И наши законы, в том числе основной закон, не может оставаться константой вместе со временем, вместе со всем движением. Он должен меняться. И это не самое первое изменение. Мы выносили изменения раньше, потому что жизнь требует, все развивается, двигается. И мы это делаем. Я считаю, мы сделали значительный шаг вперед. Роль парламента повысилась намного, я считаю. Роль правительства поднялась. Но существование любого общества на базе какой бы совершенной и безупречной политико-экономической модели оно не развивалось, просто невозможно без глубоких духовных основ. История знает огромное количество примеров, когда великие и могущественные цивилизации терпели крах только по причине утраты духовности. Хорошо понимая это, в самом начале уходящего года глава нашего государства и опубликовал свою программную статью Рухани Жангуру, которая стала своего рода духовным дополнением его послания и в которой модернизацию общественного сознания президент назвал венцом всех проводимых политических, экономических и общественных преобразований. Это стало еще одним важнейшим итогом 2017 года, закладывающим прочные основы будущего страны и будущего ее единой нации. А трех составляющих третьей стадии модернизации Казахстана продолжит Зарина Ахмеджанова. Заканчивается 17-й год третьего тысячелетия. В уходящие 365 дней уместились события, которых хватило бы на десятилетия вперед. Но нет. Время ускоряется. Новые темпы жизни требуют перемен глобальных и порой судьбоносных, так как игнорировать существующие реалии нельзя. Набирает обороты тотальная цифровизация, несущая как новые возможности, так и риски. Все это значит, что на часах модернизации счет идет не на годы, а на минуты. Президент Нурсултан Назарбаев не просто тонко подмечает тренды, а задает траекторию развития нового общества с опережением. Своё видение глава государства изложил в послании народу Казахстана под заголовком «Третья модернизация Казахстана – глобальная конкурентоспособность». Так был дан старт к обновлению и развитию трех базовых сфер жизни и деятельности общества – экономика, политика и сознание. Причем модернизация – это наш ответ на внешние вызовы и наша громкая заявка на будущее. И пока некоторые президенты других государств стремились концентрировать все политические силы в один кулак, Нурсултан Назарбаев выступил с историческим обращением о перераспределении части своих полномочий, чтобы разделить зону ответственности с парламентом и правительством. Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе преодоления огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были произведены именно этой системе. И она была нацелена на повышение эффективности систем управления. Для президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Глава государства сконцентруются также на внешней политике, национальной безопасности и в целом обороноспособности нашей страны. Необходимости в суперпрезидентстве больше нет. Сложнейший этап развития страны пройден, а значит выстроен сильный государственный аппарат. Прежде отчасти своих полномочий отказывались лишь единицы руководителей государств, например, основатель и первый президент Пятой Французской Республики Шарль де Голь. Кстати, участие в обсуждении этой конституционной реформы Казахстана принимали не только действующие политики и политологи, но и вся общественность. Взвесив все за и против, решение было принято. В рамках конституционных реформ правительству передано много полномочий в сфере управления экономикой и финансами. Парламенту и правительству, расширены компетенции правительства в сферах управления госимуществом, стратегическими объектами, территориальные устройства, госслужбы и многое-многое другое. Каждый руководитель должен оперативно, компетентно их решать на своем уровне, не перекладывая ответственность. Надо больше связь держать с ответственностью. То есть конституционная реформа прошла, законы мы приняли, все передали, давайте работать. Не надо все сосредоточивать на президента, поэтому я вам передал. Ответственно, давайте работать. Если наши реформы по каждой отрасли улучшат жизнь людей, и они дадут хорошую оценку этой работы, это важно. Причем работать не так, как все, ставить планку выше во всем и быть конкурентоспособным не только на внутреннем рынке, но и за пределами страны. Поэтому в своем послании народу Казахстана глава государства делает четкий акцент на модернизации рынка труда и повышении качества человеческого капитала. Так как в век автоматизации новых технологий даже в традиционных отраслях к специалистам предъявляются новые требования. Первый прориотет – ускоренная технологическая модернизация. Мы должны культивировать новые индустрии, применение цифровых технологий, чем мы раньше не занимались. Для производительности труда должно быть модернизация предприятий, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, большие данные и другие вещи. Технологическая модернизация всех отраслей – от обновления оборудования на предприятиях до разработки и внедрения собственных IT-продуктов в повседневную жизнь. От слов к делу, кстати, времени потребовалось немного. На базе Экспо открывается международный технопарк IT-стартапов. Разработана программа «Цифровой Казахстан». Это все пока в перспективе. Сферу «Диджитал» в настоящем развивают выпускники программы «Булашак». У нас цель нужно, чтобы подготовить 10-16 программистов за 5 лет. Наша долгосрочная цель – это, чтобы принести в экономику страны порядка миллиардов долларов в год за счет экспорта программного включения. Мы вообще по IT-технологиям в тренде вместе с ними. Вот по некоторым тематикам, то есть у нас есть шанс даже опередить. Если у нас будет такая возможность… Вот возможность вам дать. Что для этого надо, все условия надо создать. Общежитие, если надо, средства нужны для этого, оснастить оборудование и собирать всех умных, и чтобы они работали. Успешные, молодые, креативные – они и есть элита отечественного IT-рынка. Вклад выпускников программы «Булашак» – это своего рода дивиденды из прошлого, когда в эту идею поверил президент Назарбаев. Многие согласятся, прошлое есть фундамент будущего. Поэтому забывать о корнях нельзя. Это память, которая объединяет народ. После экономики и политики дело встает за самым важным – духовным возрождением. Поэтому в очень нужный момент с тонкими акцентами выходит программная статья главы государства «Взгляд в будущее – модернизация общественного сознания». «Семи мильными шагами мир мчится вперед. Моргнешь глазом – пропустишь. Такое время. Мое время было другое, ваше другое. Мир конкуренции государства государством, народа с народом, человека с человеком. Все время надо двигаться вперед, как будто ты плывешь против течения. Остановишься – унесет вода назад. Точно так же и в жизни остановишься – не только вперед не будешь двигаться, но уйдешь назад. Вот такая эпоха информационной технологии. Каждым годом растет это все. Сегодня все занимаются искусственным интеллектом. Сегодня решают все самые суровые проблемы человечества, самые неизлечимые болезни будут излечены. Искусственный интеллект будет везде. То есть все меняется. А как насчет сознания? Вот в чем вопрос. Вместе с этим должно меняться сознание людей. Поэтому моя статья «Рухани Жангру Балашака Багдар» или «Духовные возрождения» говорит о том, что вот это вместе с мучащимся вперед миром мы должны изменить создание, если хотим быть наравне со всеми развивающимися странами. Создать сакральную карту Казахстана, перевести 100 лучших учебников мира на казахский язык, развивать гуманитарные науки, выбрать 100 новых лиц страны и перевести казахский алфавит с кириллической графики на латинскую. Резонансная статья президента стала неожиданным откровением для многих. Вопрос с алфавитом вызвал масштабные дискуссии на всех площадках от виртуальных до реальных, так как это касается каждого. Выбор графики был сделан только после открытых и длительных общественных обсуждений. «Я уже сказал, кириллица продолжает работать, как работала. У нас с первого класса в школах учаются на трех языках – на казахском, русском и английском. То есть они уже давно начали. Как я говорил, к 25-му году выпускники – все будут знать все три языка на уровне, разговорном, необходимом для того, чтобы работать. И тогда вообще не будет проблем. Во всех школах с первого класса изучается английский язык. На каком алфавите? На латинице. То есть у детей вообще проблем не будет в этом плане». С обновленной конституцией, с новым казахским алфавитом, с сотней новых лиц страны, с четкими экономическими ориентирами и целью войти в тридцатку сильнейших стран мира, Казахстан завершает первый год третьей модернизации. И это не борьба с глобальными вызовами, а новая модель развития нашего государства. Зарина Ахмеджанова, Жетокун. Таким был уходящий 2017 год для нашей страны. Каким будет следующий, сказать сложно, но можно достаточно уверенно предположить, что успехов будет больше, чем неудач, что побед будет больше, чем поражений, что осуществленных желаний будет больше, чем не сбывшихся надежды. Наступает 2018 год, важный, каждый год по-своему важен, каждый год большой в трудах проходит, такова жизнь, такой мир сейчас. В этом году мы начинаем председательствовать в Совете Безопасности ООН. Это исключительное доверие молодому государству, которое оказывает более 200 стран мира. Следующий год – год съезда мировых традиционных религий, год саммита, совещание по мерам доверия в Азии. То есть много замечательных, больших дел, больших вопросов, свидетелями которых мы будем. Самое главное – это хотим мы, чтобы это был еще один добрый шаг на пути развития, расцвета нашей страны, на благо нашего народа. И я хочу пожелать вам всего самого доброго, счастья большого, крепкого здоровья. С наступающим Новым Годом, страна! Пусть в доме каждого поселится счастье, мирного всем нам неба над головой, достатка, здоровья и благополучия. С вами была команда программы «Жетекун». До встречи в Новом Году ровно через неделю, как всегда, в 21.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова